Отворческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Макту Сайфу. Вот думаю сделать более красивый бэкраунд для моей видеосъемочки. Вот сейчас картину. Хочу провести эту мою шикарную картину Озеро и поставить ее здесь как-то на фоне. И будет, знаете, такое, на фоне, знаете, такая вся, я накрасила так очень красиво глаза голубым, голубую картину, строну, сниму одежду, в общем, немножко сделать более такой красивый бэкраунд. Сюда поставлю. Такой бэкраунд более красивый. Прямо. 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 Я вам даже покажу, как я оттуда несу сюда эту картину. Сейчас. Сейчас Татьяна Салмановна вам все покажет. Прямо. 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 Сейчас я вам покажу, как я из той комнаты сюда, из моей комнаты без балкона сюда принесу эту картину. Сейчас я вам покажу, как я из этой комнаты. Сейчас я вам покажу, как я из этой комнаты. Сейчас я вам покажу, как я из этой комнаты. Сейчас я вам покажу, как я из этой комнаты. Сейчас я вам покажу, как я из этой комнаты. Сейчас я вам покажу, как я из этой комнаты. Сейчас я вам покажу, как я из этой комнаты. Сейчас я вам покажу, как я из этой комнаты. Сейчас я вам покажу, как я из этой комнаты. Я вам покажу, как я из этой комнаты. Сейчас я вам покажу, как я из этой комнаты. Сейчас я вам покажу, как я из этой комнаты. Я из этой комнаты, как я из этой комнаты. 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 Яerm Quietلي убила. И это бежит с хвостиком Такая Вот что, несу, картину несу Сюда подвинуть Как же это все как-то разбегнуть Красотень Ох Как мы помню с Димой хотели ее спустить ниже этажом У меня в эллинге Она не спускалась, через этот не проходила Так, Семпоманна, аккуратнее, аккуратнее с картиной Ох, да Красотень Просто супер красотень Теперь нужно аккуратно Смотрите, какая красота И пейзаж Самое главное, ничего Как-то с ней аккуратненько Нужно аккуратненько Вот так ее Смотрим, как здесь И стульчик, наверное, другой Теперь нужно здесь, конечно Очень аккуратно Ох, как я смотрюсь на этом голубом фоне Какая-то шляпа Ох, я такая в шляпе Сейчас вам покажу, что я в шляпе На моей книге Я такая в шляпе На моей книге Тайная психология денег Секреты богатства и процветания Ах, эти девочки Из Малибу Хочется, хочется чего-то такого феерического Такого супер феерического красоты Давайте говорить про миллиардеров Давайте просто ждаем Как живут эти миллиардеры У которых эти миллиарды Что-нибудь фантазируют Ждем Мы с вами ждем что-нибудь Костаточку машину впитывать Эти Вспитывать денежки Ну такая в шляпе Такая просто супер красотка в шляпе Хочется чего-нибудь такого Такая расслабилась Книжки, ну да К этим книжкам, к велениям Видите как Элизабет Профит С детства надеялась на Бог Что Бог восполнит ее нужды Вы смотрите мое вот это видео Которое я сейчас загрузила Сейчас вам загружаю мое большое видео С большими этими килобайтами Килобайт с килобайт Поставила загружать на мой канал Ютуба Скоро загрузят Ну может там 40 минут или сколько там Хочется что-нибудь такое Ароматы любви Используйте ароматы любви и успеха Наталья Борисовна такая правда Красивая Красивая ее здесь на фото Такая просто красотка Ну посмотрите А здесь вот эта вот девушка в нижнем белье Если обратите внимание Такая в нижнем белье Слушай, я одну страницу вырвала Что там такое Ароматы любви С помощью ароматов Можно привнести романтику И новизну в отношениях Капелька духов Нанесенная на нужное место Может мгновенно Воспламенить вашего возлюбленного Знаете, есть такие эти палочки Знаете, вот эти вот как там Индийские такие палочки Разные там Сандаловое дерево там В общем такие Очень кстати вот это да Практика аромат любви Мускат Сандал Да, сандал Смотрите, сандал Освобождает сексуальную фантазию От всех условностей И позволяет Наслаждаться Близостью Без ограничений Иланг 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 Раскрывает правительский дар Партнеры угадывают Эротические желания Друг у друга Ах, эти Эротические карточки Такие Ну да, бывают Такие Я в пяти аверх видела Книжные эти Любовные фанты Эротические фанты Такая игра Знаете, вот в этом фильме Вы там не смотрели, я там загружала Такие две серии Правда, такая подоплека Там такая Приехали на отдых Эта женщина приехала С мужем и с любовником Так вот любовник Ей, знаете, такие записочки Такие письма Ей принес Ну, в этом шикарном отеле Письмо Как это называют эти Ну, в общем, мужчина Да, в общем, как называется Он просил его принести Так скажем Доставить ей такое Знаете, такие Ну, можно сказать Тоже какие-то любовные Знаете, такие Послания Как он ей писал Ты моя богиня Ты моя фея Обратите внимание Там даже хотела Знаете, я специально Это сделаю Наверное, перезасниму Ну, типа, с ютуба Она такая Открыла И, знаете Когда она там выходит Уже Как говорится Кто-то Из отеля Спускается В общем И там Как же было написано Самый красивый То есть Вручите Вот это вот Письмо Самой красивой Фее Или королеве В общем Так там было В общем Как он так и написал В этих штучках Красивых В этих письмах Ну да Да А тот, который ей принес В номер Там, знаете, вот Когда она открыла Я помню, сначала там Как-то богиня Ты моя богиня Ты моя, в общем Вот это А там вот эта вот фея То есть Я сделаю Надо будет переснять Эти кадры Ну она, конечно Такая Вся красивая Тут, конечно В общем No comments Просто No comments Немножко сквозняк Надо так, что Мне прикрыли Там она открыла Понимаете У меня же я дышу этим Знаете Гуляю, можно сказать На балконе Практически Дверь у меня открыта Балконная Вообще Особо это не видно Потому что я распахнула Эту балконовую дверь Да я практически Как в этих Где там Этих В Парижах Ну там Сейчас буду готовить Такой себе Ужин как в Парижах И вообще Знаете Как в Лувре Я чувствую себя вообще Как в Лувре В общем Какие тут балкони Я уже знаете Все вот это Нужно прикрыть Сейчас я прикрою Чем тут еще украсить Да Чем тут еще украсить Чем тут еще Нужно еще украсить Мнеى Он сможет Удачить По м providing Блине 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 Ну Продолжение следует... 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 Глава 18. Освободите свое сознание, свой дом и свою жизнь для прихода процветания и изобилия. Если вы действительно хотите перемен, хотите, чтобы в вашу жизнь вошло что-то новое, тогда вам просто необходимо освободить свое сознание, свой дом и свое рабочее место от всего ненужного, от хлама, беспорядка, а также завершить все начатые дела и проекты. Поймите, что это держит вас и не дает двигаться вперед. Старая ненужная обувь и одежда, которую вы не надевали последние годы, храните на всякий случай. Неотвеченные письма и невыполненные обещания, которые ждут вам своей очереди. Чердак, антресоль и гараж, захламленный ненужными коробками и вещами, старыми газетами, журналами, ящиками с барахлом. Ненужные статуэтки, вазочки, всевозможные пустые плахончики от косметики и духов, посуда со сколами и трещинами. Все сломанные и неработающие приборы, часы и другие вещи, которые необходимо либо починить, либо выбросить. Ваши долги и невыполненные обязательства. Ваш письменный стол, груды и бумаг, до которых так и не доходят руки. Это ваш бывший муж, жена, подруга или другие люди, а может быть и вы сами, которых вам необходимо прости. Это ремонт дома или квартиры, которые вы откладываете вот уже несколько месяцев, а может быть и лет. Все незавершенные, невыполненные проекты, невысказанные благодарности, которые необходимо обязательно сделать и сказать. Одна преуспевающая бизнес-леди рассказала мне, что всякий раз, когда у нее происходит в делах застой, когда какой-то проект или деловое предложение застревает на месте, она организует генеральную уборку своего офиса и квартиры, освобождает от всех ненужных и неиспользуемых вещей и бумаг, а также от незавершенных обязательств. И каждый раз после этого у нее решаются все проблемы, появляются новые возможности, деловые предложения. Освобождаясь за старого и ненужного, вы тем самым готовите место для новых возможностей, благ и перемен в вашей жизни. Если вы не хотите расставаться со старым хламом и ненужными вещами, копите их тем самым, вы энергетически засоряете свое пространство и не доверяете жизни, не впускаете изобилия и все новое, сопротивляясь обновлению и переменам. Это 159-я страница моей книги. Сами блокируете приход благ и денег в вашу жизнь. Не доверяете, вот оно и не появляется. Куда же оно появится, если у вас все заполнено старьем, грудами барахла, а мысли обидами и сожалением. Кстати, очень много лет вот этот вот балконе, на котором сейчас я заснимаю, стоит мой ноутбук. У нас здесь, в общем-то у меня здесь, в общем, было достаточно много, как бы так, это вещи, чемоданы, столы, в принципе. Ну, в общем, как, не особо нужно, в общем, достаточно много было здесь такого, ну, в общем, были одежда, которая, в принципе, не очень носила, как-то вот она, ну, была много лет, ну, что супер много-много. Ну, вот. Была лоджия тоже, которая, уже которой было много лет, которой тоже надо было, конечно, эти штучки, эти, как бы, стеклянные. Ну, за стекление нужно было снять, в общем, потому что, ну, они уже требовали, требовали ремонта, поменять их на новые. И, в общем, занялась, до сих пор занимаюсь ремонтом в моей квартире. И, конечно, смотрите, вот освободилась я от этих, в 16-м году, да, в 16-м, как бы, сняла, мы сняли, как бы, это бартером. Кстати, бартер, вы знаете, вот тоже шкафы, я думаю, шкафы, как бы, отдаю. Вот, и, в общем, таким бартером за шкаф мне вот сняли это остекление, вот такие вот дела. И обратите внимание, теперь у меня порядок. Ну, конечно, требует, конечно, покраски, ремонта, здесь нужно лоджию делать, конечно, нужно вкладываться, делать, конечно, красоту. Но, кстати, чисто, по крайней мере, из того, что, как говорится, вот, как говорится, порядок, порядок на моем балконе, можно даже сказать, знаете, такой этот стиль, венецианский стиль, никакого хлама. И все вещи, которые у меня были, например, что-то там, какой-то обувь, я, знаете, решила сделать эксперимент, постирать, там, часть обуви в стиральной машинке. Ну, я почитала, что красотки можно стирать, вот, часть обуви у меня испортилась, к сожалению, вот. Ну, я, конечно, ее выкинула, это в прошлом году было. А также ту одежду, вещи, что такое, что ломается, сразу, все сразу выкидывала, вот. Одежда, которую я, там, какое-то время не носила, или которую я, там, разобрала, посчитала, что, ну, мне она, как бы, в общем, не надо, я все это, в общем, отдала. Так что вот, такое огромное у меня было, там, из Америки, у меня было 100 коробок, когда я приехала из Америки в 2008 году, вот, огромный контейнер, 5 тонн, у меня было 100 коробок, там, больше, это, 25 коробок огромных, знаете, вот таких вообще огромных коробок с одеждой у меня было, это было 2008 год. У меня одежда такая вся хорошая, мужчина такой шикардос, прыщит, рыцарный такой шикардос, в общем, заработаю, и, знаете, я тут, сколько тут, я лет, знаете, занимаюсь ремонтом, и вейлинги, и, как бы, там, на, там, на даче, в общем, и вейлинги, и на даче, на моей половине участка и дома, и, в общем, здесь, в общем. Какие, знаете, такие вот эти, часть, часть работы, таким бартером, я одежду, мне очень строительные такие вот эти вот работы, там, перевозка, так что вот. Просто смотрите, то есть, как говорят, знаете, есть очень интересный сайт, я о таком слышала, что можно даже, знаете, как-то вот услуга за услугу, очень интересно. Если вы, например, парикмахер, и вам нужны какие-то помощи, например, в ремонте или по строительству, ну, я даже не знаю, или что такое, вот, то вы можете предложить услуги, например, ну, или что-то передвинуть, и в общем, я не знаю, то есть, в общем, в общем, услуги, обмен услуг услугами. Например, что-то вы предлагаете, и предлагаете то, что, нет, пишите, что вам надо, вот, и пишите, что вы предлагаете, а это взамен, вот. Ну, это, грубо говоря, не то, что там, выводитель, вам нужны парикмахерские услуги, но выводитель, вот, вы там кого-то куда-то что-то там привезли, довезли, а вам за это сделали стрижку, вот. Ну, или вашей жене, то есть, понятно, да, очень интересно. Не деньгами, а вот таким бартером. Ну, по крайней мере, такой сайт я видела в 2016-2017 годах. Так, хорошо. Ну, да, так я и пишу, а куда же оно появится, если у вас все заполнено старым старьем и грудами барахла, а мысли обидами и сожалениями. Очень многие люди, которые начали освобождать место для новых возможностей и благ, были очень удивлены переменам, которые стали происходить в их жизни. Попробуйте и убедитесь сами. Выбрасываем и убираем старое, освобождаем место для нового. Да, у меня, кстати, я здесь живу 30 лет, 25, 30 лет в этой квартире, 25 лет постоянно. Вот. Я вот поменяла всю мебель, знаете, у меня там мебель, там, или уже куплена, или я из Америки, которую привезла. То есть здесь ни одной, то, что вот было, ну, скажем, это я в 2016 году, ну, в общем, до вот этого середины 2016 года, скажем, до начала 2016, здесь ничего не осталось, ни старого линолеума, ни обоев, ни старой мебели. Ну, не такая она суперстарая, у меня такая была здесь в комнате, стенка, все такие шкафы, которые я покупала в каком-то 2004, 2004, да, году, 2003, 2004 годах. И обратите внимание, как я сделала мою кухню, гранд-ресторанта, конечно, здесь была долгие коды, но обычная, знаете, на кухне у нас была обычная, такой, как там, такой, достаточно, скромная, достаточно, скромная, знаете, такая, по обычным ценам, кухонная мебель, вот. Воец здесь решил сделать, знаете, такой гранд-ресторанта, знаете, у меня такая, я там Олька уже рассказываю, вообще у меня буфет, вообще большой такой стол, в общем, как-то, знаете, такое, все по старину, и вообще, как в Венеции. Такой у меня художественный, дизайнерский подход к оформлению окон, знаете, я оформляю окна и занавесками, и этими пододеяльниками, и очень красивыми накидками, то есть, это все такое, в общем, я так и покупала, знаете, как это, в этих комплектах белья, и, в общем, это такое, все это красиво, это все очень оригинально, знаете, такая еще, такой арт-дизайнер. Такие вот дела, так вот, оригинально, можно сказать, и двери снято, понимаете, двери, не знаете, такое, как такое студию, у меня же двери, только, знаете, в туалете есть двери, а так, у меня без дверей, у меня же, как говорится, в 2016 году двери, ну, старые были, было все старое, это нужно было новые, конечно, новые ставить двери, а здесь 137-я серия, здесь такой вопрос, если обычные двери покупаешь, нужно проемы расширять, вот. Это, понимаете, это по бетону расширять проемы, это нанимать, это спиливать, вы представляете, да, расширить проем, когда есть бетон. Обычные двери сюда не подходят, только под заказ, а забыть ту дверь, которую делал Перри, я помню, когда приехала в Америку, я говорю, а что ж такая большая-то душевая, и вообще такая ванна, чтобы было тепло, и как вот, типа, типа, такой спа, здесь надо, чтобы прикрыть, дверцу сделать, дверцы. Я помню, такая уехала, потом Перри такой звонит, я говорю, да, я стеклянную дверцу заказала, такие все это сделают, по-моему, он сказал, 5 тысяч долларов, я думаю, вот это дверца, вот это дверца. По-моему, 5 тысяч долларов заплатила, чтобы сделать дверь вот в этом, понимаете, в большой, у нас такая душевая там была. Выбрасываем, убираем старое, освобождаем место для нового, подойдите, откройте свой шкаф с одеждой, что вы там видите? Уже вешать некуда и класть тоже, и одеть нечего, ну это так. Пересмотрите свои вещи, вы многое уже не носите, а выкинуть жалко, тогда отдайте эти вещи им тем, кому они пригодятся, кто их будет носить. Отдайте с благодарностью, дорогие мои, и будьте уверены, что у вас появятся другие любимые вещи, которые вы будете носить с большой радостью. Старое уходит, новое приходит. Предвижу вопрос скептиков, а вдруг не появится? Отдайте правильно, с благодарностью, и тогда обязательно появится. Ну вы знаете, для тех, кто, например, вот я тоже, я это не сама придумала, это я взяла в книжках по фэн-шую, там, как там, ну и в обычных книжках, и в книжках по фэн-шую я читала, и у Натальи Правдиной, и у других авторов. Я это на самом деле вот написала, как на основе других книг, вот. Но хочу сказать, знаете, такой коммент, если вы думаете, что вот вы там все вот это вот там как-то вот это избавитесь, избавитесь, и к вам вот это на это место прям сразу появятся новые какие-то эксклюзивные вещи, Честно говоря, я, как говорится, все-таки нужно подумать, прежде чем вообще делать вот такую вот грандиозную какую-то вот такую вот очищение. Ну это понятно, что если такое что-то старое вообще, то есть о каких-то старых вещах речь не идет. Вот, вот. Речь идет о таких, ну вы думаете, ну это может быть не очень любимая вещь, как-то вот надо, не надо, то есть ты как-то сомневаешься, вот. О каком-то хламе речь не идет, но если, знаете, кто-то подумает, вот сейчас возьму там вот это, у меня такой эксклюзив там, а вот это Гуччи, Версачи появятся. То есть я призываю к здравому разуму, что есть нужно подумать. На самом деле, когда вот читаешь такие строки, книги, нужно, конечно, думать и, в общем, как-то смотреть и посмотреть это на каком-то небольшом количестве. То есть там как-то вот освободили это пространство, вы какие-то вещи смотрите. Ну вот, если как бы ничего не происходит, в общем, как так, нужно, в общем, какой-то такой индивидуальный, нужно понимать, такой индивидуальный. Потому что я сама, знаете, как-то это очень, очень шикарно, в принципе, работала в 2005, 2006, 2007, 2008 годах. Я там из Америки привозила как-то свои вещи, и там тоже в Америке отдавала, сюда привозила, чемоданами, понимаете, там покупала. Ну, не очень какие-то дорогие вещи, подарки тут привозила, вот. У меня, конечно, появлялись новые такие, на это место у меня постоянно, знаете, новые появлялись вещи. Так что вот, все так и было, все так и было. Но с 2008 года такое чувство, что как бы остановилось. То есть я хочу сказать, что как-то вот, так что, нужно, так что, когда вы почитаете такое что-то вот, нужно подумать. Подумать, порассуждать, как говорят. Меньше читаем, больше думаем. Вот такие вот дела. Отпустить себя на свободу, простить себя. Ну, в общем-то, почитайте, то есть, в общем-то, 160, 160, 160, первая страница. Прощать надо не ради других людей, прощать надо ради себя самого. Это, кстати, очень хорошая тема, давайте обсудим. Ради своего здоровья. Ибо помимо того, что прощение необходимо для выздоровления, вот, если мы продолжаем раздражаться, то перестаем расти, и наши души начинают истушаться. Эти слова принадлежат Скотту Пэку. И это правда. Когда человек обижается, он платит за свои обиды болезнями. Если вы держите обиды в своем сердце, это эмоциональный груз, который тянет вас назад, да еще вызывает различные болезни. Обида, поражение, поражает все органы кровь человека. Поэтому простите своих обидчиков ради себя. Как бы тяжело это ни было, а также простите и примите себя таким, какой вы есть. Дальше, знаете, вот на следующей странице я привожу из книги «Элизабет Профит, как достичь силы своего высшего Я, веления. Я есть, выдающая здесь прощение, прочь гоню в страх и сомнения. Всех навек освобождаю, победой окрыляю. Я взываю полновластно, прощение южечасно. Сущему всему прощаю, милость всюду изливаю». В общем, советую, да, по три раза читать, чтобы вот это вот на самом деле... Это, знаете, вот почитать такую информацию и потом, знаете, порассуждать. Наверное, все-таки каждый понимает, может быть, это по-своему. Ситуации бывают разные. Вот, вообще, по поводу вообще обиды, каких-то таких тем, есть такие книги «Лиз Бурбо». У меня были книги «Лиз Бурбо», она, по-моему, такой специалист вообще. Есть люди, они такие специалисты в этих вопросах. Вот. Я как бы читала, в общем, изучала этот вопрос. Ну, порассуждать, нужно порассуждать на эту тему, вот. Потому что здесь могут такие, знаете, вот это вот, вопросы-то возникнуть разные. Вот. Но как я помню на сеансах, все эти сердечка на валах, вот как говорил. Потому что я вот думаю, там столько анкет, он же когда всегда говорил, пишите анкеты. Пишите анкеты, пишите о своей жизни, пишите исповеди. Так что вот, там был такой период, когда он говорил, что, в принципе, каждый пациент должен, ну, или кто хочет, писать исповедь ему. Исповедь. Потом он эти исповеди, он сказал, что вот вы пишете, как пишете, так и пишите. Вот. Потом он этот читает, на основе этой исповеди, и вот искреннего такого, искренней исповеди оставит такой космический диагноз, это я своими словами говорю, космический диагноз, пациенту, прочитав его исповедь, и в космической вот такой звездной карте он определяет источник его болезни. И там вот в эту космическую карту этого пациента вносит. Я вам своими словами объясняю. И на сеансе, уже после того, как ты написал исповедь, на следующем сеансе или через сеанс он тебя вызывает.